Большинство людей не считают чем-то страшным возможную рецессию в 2020 году. Обычно, когда люди очень счастливы и самоуверены, случается что-то плохое. Принято считать, что никакой рецессии в мире нет, у всех всё достаточно хорошо. Обычно это заблуждение, и в этом случае может быть так же. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, вы на моём одноимённом канале. Если вы до сих пор не подписаны, почему бы это не сделать прямо сейчас, нас уже более 54 тысяч человек. Также я хотел бы попросить вас поставить лайк, давайте наберём 3000 лайков, и это видео попадёт в рекомендации Ютуба. Спасибо большое. Дэвид Дубаин. Этот человек известен своим проектом «Адаптируйся до 2030 года». Среди его многочисленных подкастов я нашёл вот этот, очень интересный, которыми открою сегодняшний выпуск. Он называется «Мини-ледниковый период». Какие же выводы я сделал, когда прослушал этот материал? Так, скоро Рождество. Нужно бы прикупить подарки близким и друзьям. А у меня только доллары остались на вебмане. И почему эти магазины до сих пор не принимают доллары? А, есть же сервис богатейшего Ди. ExchangeSumo.com. Там можно быстро, выгодно и безопасно поменять валюту. Точняк. Отдаю доллары вебмане, а забираю гривны на приватбанк. Выбираю обменник, провожу операцию и готово. Ну и, конечно же, с Новым Годом и Рождеством. Он касается важной темы Reserve Repo Operations или же рынок сделок РИПО. А также специальной программой, которая запускается прямо сейчас с Федеральной резервной системой США. Даже несмотря на то, что на улице новогодние праздники. В этот момент они накачивают рынок РИПО огромной суммой. Это полтриллиона долларов. И вопрос, который абсолютно закономерно появляется, зачем они это делают? Ответ возвращает нас к событиям сентября этого года, которые вы наверняка пропустили. И которые являются важным сигналом того, что в экономике что-то не так. Все так взволнованы происходящим на рынках РИПО и краткосрочного финансирования. Что за бред происходит на рынке РИПО? Когда прорывает трубопровод. Правильно, когда вы беспокоитесь. Вы видите вот этот большой скачок на 10%? 10% взлета ставок по РИПО. Явно что-то не так. Это какой-то технический глюк в системе. Ликвидность рынка краткосрочного финансирования поднимает голову во время финансового кризиса. Остается только один вопрос. Почему эта система вдруг оказалась не жизнеспособной? Но прежде чем мы углубимся в эту тему, позвольте мне объяснить вам, что такое рынок РИПО. Некоторые из вас наверняка уже в курсе, другие возможно никогда даже и не слышали. На самом деле, определение РИПО очень наглядно демонстрирует работу нашей монетарной политики и системы. Давайте начнем с самого запретного пункта. Ваших денег. Ваши личные деньги ежедневно перетекают из одних рук в другие. В конце дня у вас есть 100 долларов. Вы приносите их в свой банк, пускай это будет банк Б, и вносите их на свой счет и депозит. После этого эти деньги превращаются в то, что называется резервируемые финансовые средства. Сам банк тоже работает с резервируемыми суммами, которые назначает, например, Федеральный резерв. Банк должен вам ваши 100 долларов, а значит одалживает эти деньги со стороны резерва, стороны наличных денег, то есть фактически берет кредит. Понятное дело, что банк занимается этим весь день. Дает людям ипотечные кредиты, помогает желающим купить машину, помогает финансировать людям бизнесы, фермы, автосервисы, магазины и так далее. Не сложно понять, что у банка в таком случае возникает множество долгов, которые нужно в итоге покрывать. Чтобы продолжать одалживать деньги из резерва, банк должен иметь достаточный денежный поток, чтобы оплачивать свои расходы. Поэтому в конце рабочего дня, когда все закрывается, банк Б, как мы его назвали, имеет целую пачку долгов. Грубо говоря, ему нужен кэш, чтобы закрыть все операции и сбалансировать счета. Поэтому банк Б идет, скажем, в банк А, в котором обмен долгом происходит совершенно иначе. И что будет дальше? Банк Б продает свои займы. Продает эти займовые активы банку А за наличность. И происходит это за одну ночь. У Юли есть какие-то казначейские векселя или же ценные бумаги, которые требуют финансирования, требуют обеспечения наличными деньгами. Она может некоторое время продержаться, но в какой-то момент ей нужно будет это обеспечение. У Адама есть куча наличностей, которые он может предложить. Он может дать эту наличность Юлии в качестве обеспечения всего за одну ночь за какой-то комиссионный процент. Юли ожидает ему за это ценные бумаги. Это называется сделка репо или же сделка купли-продажи ценной бумаги. Юли продает Адаму бумагу за наличку, чтобы потом выкупить ее позже. Когда настает утро, эти бумаги должны вернуться обратно к Юлии, а Адам получает обратно свою наличность. Таким образом сделка репо закрывается. Именно поэтому это и называется рынком репо. Банк Б получает обратно свои деньги за всякие ценные бумаги банка А. И за эту операцию банк Б платит небольшой процент. И это тот самый процент, в который вмешивается ФРС. ФРС и устанавливает этот процент. Это ставка заимствования между двумя сторонами. Обычно она имеет свойство колебаться, но в пределах конкретного определенного диапазона. Возвращаемся к событиям сентября этого года. Что произошло 19 сентября 2019 года? Эта система кредитования между банками вдруг замерла. И никто толком не мог объяснить причины. Фактически в этот день банки вдруг не смогли получить наличку за свои активы. Ее просто не было. И в этот день ставка заимствования резко подскочила до 10%. Паника в сентябре 2019 года и решение возникшего кризиса. Именно так описывали случившиеся средства массовой информации. Правительство и Федеральная резервная система утратили контроль над этой ставкой. Они хотели держать ее на уровне 1,5%, а она резко взлетела до 10%. Поэтому ФРС и вошла на этот рынок ночью и начала сама покупать все эти ценные бумаги банков, чтобы вернуть ставку к нормальным отметкам. Самые крупные банки США выкачали еще 63,5 миллиарда долларов овернайта на рынке Репо из ФРБ Нью-Йорка для обеспечения своей ликвидности. Финансовая система столкнулась с острым дефицитом долларов, который парализовал межбанковский рынок, что и стало причиной прыжка ставки аж до 10%, как вы видите на графике. В начале ФРС влил чуть более 50 миллиардов долларов, но для стабилизации ситуации цифру пришлось увеличить до приблизительно 70. Все для того, чтобы финансовая система просто не рассыпалась за одну единственную ночь. В самую жестокую ночь для финансовой системы со времен 2008 года займовые ставки взлетели до 7%, а некоторые говорят даже до 10% по сравнению с обычной ставкой около 2%, которую назначил ФРС. Что же происходит, когда банки не могут получить кэш, чтобы покрыть свои расходы, когда банки не могут торговать своими ценными бумагами за кэш и обратно? Происходит то, что называется закрытие рынков кредитования, причем не только межбанковского, но и между банками и людьми, между банками и бизнесом, и это все по всему миру. Если система кредитования загнется в США, мировая последует за ней, потому что все мы уже давно тесно переплетены. ФРС думает, у банков есть куча наличностей, поэтому для них остается загадкой, почему банки не могут кредитовать. Это не единственный вопрос, который задавали в этот день, когда все произошло. Я хочу посмотреть на рынок валют, чтобы понять, как они повлияли или отреагировали на эту ситуацию. В тот день доллар США вырос по отношению к большинству валют, однако те движения не были значительными. Я даже не уверен, что эти движения вообще как-либо были связаны с произошедшим 19 сентября, потому что по факту рост американской валюты по отношению к другим наблюдался уже 20-го. Доллар США находился в таком локально растущем тренде, потому что ФРС США истощал свои балансовые ведомости в пользу активов. Это истощение хорошо видно на графике активов, которыми владеют банки ФРС. Количество их на пике оценивалось в 4,5 триллиона долларов. И они пытались и пытаются изо всех сил исправить эту ситуацию. Но как мы видим, в сентябре количество активов начало опять расти. Как раз тогда, когда на межбанковском рынке случился дефицит наличности. И ФРС пришлось опять выходить на рынок и снова покупать их активы за свою наличность. И чтобы вы понимали перспективу, на 2009-2011 годы общее количество активов ФРС оценивалось в 1,5 триллиона долларов. А затем со всем этим количественным смягчением, которое проводилось в США, чтобы оправиться после 2008 года, чтобы вытащить страну из рецессии и избежать новой депрессии, фактически мы наблюдаем четырехкратный памп этого графика. Когда ФРС выбросил на рынок в 4 раза больше денег, чем там было. Именно так этот график и дорос до 4,5 триллионов долларов. И сейчас они пытаются каким-то образом исправить эту ситуацию. Пытаются забрать деньги, которые должны быть в резерве, обратно из обращения на рынки. Это может привести к большим проблемам с наличием наличности на рынках. Падению ликвидности банков со всеми вытекающими из этого последствиями. Некоторые говорят, именно в этом причина того, что произошло 19 сентября 2019 года. Но я так не думаю, потому что этот процесс настолько медленный и постепенный, что навряд ли смог бы спровоцировать такой резкий дефицит наличности. Также есть мнение, что во всем виновата ужесточение регулятивных норм. Еще одно подозрение, что правительство обязывает банки держать слишком много резервов. И если они ослабят это регулирование, это может привести к новому безумию на рынке репо. Так что банки должны показывать, скажем так, здоровые финансовые ведомости, чтобы просто иметь возможность пройти эту проверку на прочность. Сегодня министр финансов Стив Мнучин в выступлении перед Конгрессом сказал, «Мы работаем с регуляторами банков в попытке выяснить причину такого скачка в течение дня, при этом не создавая ничего, что могло бы вызвать долгосрочные финансовые риски». Итак, ребята, уже несколько причин заморозки рынка кредитования в сентябре 2019 года мы рассмотрели. Однако ни одна из них меня пока что не убедила. Дело в том, что ФРС уже не играет такой значительной роли, как это было раньше. Большую часть резервных денег держат всего 5 самых крупных банков Америки. Правда, их становится уже 6, потому что год назад никому неизвестный, а сегодня один из самых больших банков США тоже захотел участвовать в этой игре. В любом случае, большая часть резервов принадлежит 5-6 банкам. Сам ФРС теперь просто накачивает рынок деньгами при необходимости. А затем банки берут эти деньги и запихивают их в поток кредитов, ипотек, помощь бизнесу и так далее. Так происходит во всех странах с единственным отличием – ставка заимствования везде отличается. Итак, ФРС пытается уменьшить количество денег в отчетах, что приводит к росту доллара, а другие страны, в свою очередь, пытаются, как это ни странно, преуменьшить стоимость своих собственных денег, чтобы иметь конкурентноспособность на трейдах. Забавно, что укрепление доллара при таком раскладе вредит американским же трейдерам. Поэтому на рынке валют также много манипуляций между странами, потому что каждая страна знает, что для хорошей торговли им нужна более низкая стоимость доллара, чтобы можно было больше купить. Это большой цикл, в котором все постоянно соревнуются друг с другом. Это то, что мы называем «войной валют». Фактически, это война между разными валютами. И на самом деле, американский президент не так уж и много весит в этой войне. Трамп пытается решить торговые проблемы, при этом не играя в эти валютные игры. Я уверен, так продолжаться долго не сможет. Как президент, он имеет все инструменты под рукой, чтобы снизить стоимость доллара, увеличить экспорт и так далее, но он этого не делает. Однако, даже несмотря на то, что рост стоимости доллара может стать причиной возникновения проблем, я также не считаю это причиной заморозки рынка кредитования всего лишь за одну ночь, как это случилось в сентябре 2019-го. Я также исключил из списка причин множество других вещей, те же попытки ФРС предотвращать рост активов и так далее. Эти процессы постепенные и никак не могли спровоцировать такой сквиз, как 19-го сентября. На самом деле, перечислять причины, почему могло произойти такое денежное голодание, можно бесконечно долго. Это может быть даже какая-то грань войны с другой страной, у которой было бы много денег в американских банках, в американском долларе или ценных бумагах. В таком случае, штаты могли бы слить бумаги на рынке, и началось бы новое безумие, как в сентябре, если не хуже. Это вполне реальный сценарий, особенно сейчас, когда ФРС заговорил о том, что нужно влить в рынок полтриллиона долларов. Это почти 10% от количества их активов. Как вы помните, на пике они достигали 4,5 триллионов долларов. Они хотят это сделать, чтобы решить проблему с кризисом ликвидности. С другой стороны, они обсуждают и налоги. Мы уже привыкли, что в конце каждого года происходит такая история, но обычно речь шла о десятках миллиардов долларов, а не о полутриллионе. Есть большая вероятность того, что эти движения на рынке РИПО были результатом действий каких-то иностранных правительств. Никто точно не знает, но на пустом месте вопрос на 500 миллиардов долларов на рынке РИПО не возникает. Я начал это расследование, потому что мне кажется, что наибольшей проблемой на рынке РИПО является кризисная ситуация с наличностью. Поэтому, если всё рассчитано быть сбалансированным, если мы должны иметь долги, которые обеспечены наличностью, и вдруг у тебя не хватает налички, чтобы покупать эти долги, то по-любому где-то должна быть какая-то проблема, которая это провоцирует. И эта проблема вполне может быть очередным пузырём, назревающим на горизонте. Какое-то новое или хорошо забытое бедствие. И я вижу, что всё больше и больше появляется прогнозов о третьей волне кризиса, которая уже совсем близко. Её называют третьей волной 2008 года, и связывают её с неплатежами и долгами. Странно то, что, например, в Штатах такие неплатежи объясняются экстремальными погодными условиями в Техасе или Флориде. Да, это звучит смешно, но только на первый взгляд. Кризис взыскания долгов, вызванный изменением климата, становится реальной угрозой для ипотечной отрасли. Поскольку экстремальный шторм или другие стихийные бедствия всё чаще происходят в местах, где заёмщики не могут иметь страховки от наводнений или пожаров. И хотя, по моему мнению, только этот один пункт не может привести к такому огромному долговому пузырю, я уверенно могу сказать, что эта проблема ставит рынок недвижимости в уязвимое положение, в котором любое стихийное бедствие может привести к возникновению кризисов неплатежей. Рассматривая другие отрасли и рынки в поисках пузырей, я понял, что там всё ещё сложнее. Если вы посмотрите на индекс S&P 600, это индекс, отслеживающий компании с меньшей рыночной капитализацией, вы заметите, что их валовый объём продаж до сих пор увеличивается. А затем вы замечаете это воистину драматическое падение в графике прибыли на акцию. Что означает, что стоимость работы этих компаний и их оперирование в совокупности с продажами на рынке приводит к тому, что прибыль их фактически падает. Также при своём анализе я заметил, что так называемые большие акции больших компаний становятся любимчиками инвесторов. И так продолжается уже с 2018 года. Это значит, что в самые большие компании вливается больше денег, а в S&P 500 инвесторы инвестируют всё меньше. О чём это говорит? Инвесторы в целом о чём-то беспокоятся, потому что они передвигают свои деньги на фондовом рынке в более безопасные места. Так как доходность S&P, как мы уже сегодня говорили, показывает не столь хорошие результаты, как хотелось бы, инвесторы перемещают свои деньги в большие компании. Значит, с их точки зрения какая-то беда уже назревает. Пока ещё я не вычислил конкретно место, которое начинает болеть, но саму боль, то есть передвижение денег, не заметить было сложно. Далее мы обязательно должны проанализировать не только поведение инвесторов, но и настроение людей и всего рынка в целом. Итак, если мы напишем поисковое слово «рецессия» в Google Тренды с поиском по всему миру, мы увидим, что невероятное количество людей в конце августа интересовались этой темой. В Штатах такая же картина. Конец августа – бешеный интерес к теме рецессии, а затем в сентябре – кризис с наличностью на межбанковском рынке Репо. Безусловно, невозможно не заинтересоваться вопросом, а есть ли связь между такими близкими друг к другу по времени событиями. Если мы посмотрим на этот график в прошлом, то заметим такой же скачок графика в конце 2007-го. Ничего удивительного в том, что люди ищут слово «рецессия» в Google нет, ведь беспокойство о рецессии снова начинает расти. Google Тренды вообще интересная штука, ведь вы можете увидеть там, о чём беспокоятся и думают другие люди. Но если вы посмотрите на этот график, вы увидите, что сначала был пик, а затем спад. Что тогда случилось? ФРС влетел в игру и начал выбрасывать на рынок деньги. Начал резать ставки, и люди снова почувствовали себя в комфорте. Звучит так, будто я рассказываю о том, что происходит сейчас, а не тогда, ведь ситуации крайне похожи. Только сегодня они готовы влить полтриллиона долларов на рынок прямо сейчас. Итак, прошло 6 месяцев после спада, и слово «рецессия» снова было у всех на слуху, и оставалось там ещё долго. Это была рецессия 2008-го года. Что сегодня, что тогда, чувства и ощущения людей зловеще похожи. Действия ФРС сегодня практически идентичны шагам, которые были сделаны перед тем финансовым кризисом. И это возвращает нас к вопросу о кризисе наличных денег. В недавних опросах выяснили, что множество миллионеров, долларовых инвесторов, находятся в преддверии рецессии. И такое чувство живёт не только в душах миллионеров. Множество аналитиков, более 70% из них считают, что рецессия неизбежна к концу 2021 года. Эта информация была актуальной в августе 2019-го. Теперь эта цифра изменилась. Сегодня всего 6% аналитиков считают, что никакой рецессии не будет. Подытожим анализ настроений. Общее настроение инвесторов, денег, которые приходят на рынок, заключается в следующем. Рецессия возможна. Пару лет назад известный экономист Нурриэль Рубини говорил о возможной рецессии уже в 2020 году. Он назвал это явление «идеальный шторм». Это очень сильно зависит от жестокости происходящего. Я бы сказал, что это будет уже в 2020 году. Это идеальный шторм на основе происходящего в США, Китае, Европе и других ещё формирующихся рынках. Это всё приведёт к финансовому кризису. Также множество других аналитиков говорят, что мы уже совсем рядом с рецессией. Я был ошеломлён барометром доверия Ричарда Эдельмана, который был опубликован в конце года. Каждый год он разный, но я думаю, что это невероятно важный документ. Самое главное слово документа сломан. Мы сломаны. Даже уже есть статьи в журналах. Мы сломаны даже внутри собственных стран. Но есть и отличия на этот раз, потому что, как ни странно, у нас нет некоторых инструментов, которые были. Уже нет. Нет даже плана. Мы... У нас намного меньше инструментов, чтобы справиться с какими-либо событиями, которые могут произойти. И, кстати говоря, события и происходят, когда никто из нас не наблюдает. Они никогда не происходят, если мы наблюдаем. Всегда происходит нечто совершенно другое. И если посмотреть, что изменилось за последние 10 лет, то мы заметим, что за эти 10 лет у нас не было никакой формы законченного кредитного цикла. Поэтому теперь у нас нет людей, которые проходили весь этот цикл до конца. А финансовые кризисы очень простые. Они все начинаются с того, что кто-то заходит в краткосрочное кредитование, использует его и потом объявляет дефолт. Поэтому мы знаем, какие там будут элементы, но не знаем, что их спровоцирует. Когда мы говорим о низких процентных ставках, куче денег, которые вливает ФРС на рынки, доходность СНП и так далее, фактически происходит следующее. Следующее. Вещи дорожают, доходы не растут. Мы понимаем, что на самом деле это не называется рецессией. Это известно как депрессия, а не рецессия. Но мы уже прямо в разгаре нового пузыря, не так ли? Или же в каком-то цикле? Давайте я попробую уточнить. Когда процентные ставки достигают нуля, долговые кризисы приобретают совершенно иной характер. Скорее, это ближе к депрессии. Я думаю, период, в котором мы находимся сейчас, очень похож на период с 1935 по 1940 годы. Депрессия отличается от рецессии. Рецессия – это кратковременный откат в экономике. Депрессия же – это куда более длительный период времени, во время которого система находится в жестоком дисбалансе. Люди не могут позволить себе то, что когда-то для них было обязательным. Итак, у нас есть аналитики, которые говорят о предстоящей рецессии, есть эксперты, которые прогнозируют депрессию. В любом случае, даже думать о том или ином уже депрессивно, согласитесь. Как мы вообще пришли к этому? Я вам отвечу. Первое. На самом деле мы никогда и не решали эту проблему в прошлом. По факту, не решили ее и сегодня. Удивительно, что они об этом говорят. Мы говорили, что экономика так хороша, например, в сфере занятости. Но в других сферах совершенно не так. Если бы вы не увеличивали национальный долг, а просто поддерживали бы его постоянным, то наш номинальный ВВП был бы негативным прямо сейчас. Понимание того, что наш рост за последние кварталы фактически весь основан на долгах, очень отрезвляет. Действительно, друзья, мы просто создаем больше денег. Увеличиваем количество денег, которое люди заимствуют, и потом усугубляем проблему еще в 4 раза. В 4, потому что с 2010 года, как вы помните, количество денег, в которые оцениваются приобретенные бумажки ФРС, увеличились в 4 раза. Исходя из этого, задумайтесь. Мы ничему не учимся. И ничему не научились. Только все усугубляем. Люди продолжат вести себя как дураки, и со временем это не изменится. Мы становимся умнее, но не мудрее. Мы просто продолжаем раздувать потребительство, и неудачно пытаемся понижать цены на товары. Например, в 2014-2016 году цены на нефть понижали до таких отметок, что чуть не убили всю индустрию. Теперь в Штатах пытаются также давить сельскохозяйственную индустрию с той же целью. Изучив эту статью на День Благодарения, вы придете к выводу, что все это делается ради дешевой еды, чтобы американцы могли тратить больше и, соответственно, потреблять тоже больше. Курьез в том, что это скорее социальная, чем финансовая проблема. Нет ни одного внятного способа балансировать на канате, имея в одной руке экономику, а в другой работающий фейковый доллар, если полностью отбросить людей и всю систему от возможности создавать новые долги. Создается больше денег и больше долгов. Как по мне, такая существующая система является самой опасной из всех когда-либо существовавших. А теперь у нас еще и меньше инструментов для контроля этой системы. Ведь те же процентные ставки совсем невысокие. Опустить процентную ставку с 1% до 0% уже не особо поможет. Вливание большего количества денег в экономику тоже никогда ни к чему хорошему не приводило. Это только усугубляло проблемы и масштабировало их. А теперь у нас к этому добавляются еще некоторые вопросы. Об этих вопросах можно почитать у Беронса на сайте barons.com. Это очень интересная статья, я думаю, вам она тоже понравится. Она о том, что цены на пшеницу в 2020 году вырастут как минимум на 40% из-за экстремальных погодных условий. По причине минимума солнечной активности. Фактически с самого начала наблюдений за солнечной активностью за последние 11 лет мы находимся у точек исторических низов. За последний 11-летний цикл сейчас солнечная активность самая низкая. И это самый длительный период времени за всю историю наблюдений. И я не говорю о каких-либо исторических перспективах и моделях. Я имею в виду только фактические наблюдения. Это самый длительный период за время наблюдений, когда на солнце не наблюдаются солнечные пятна. Собственно, эта статья описывает не только это явление, но и его влияние на погоду, в частности весной 2020 года. Исторически это явление совпадало с экстремальными и аномальными погодными явлениями. 40% роста на пшеницу. Зайдите в супермаркет, посмотрите. Вы поймете, как же много всего сделано из обычной пшеницы. 40% роста цены на пшеницу – это рост цены практически на все. Практически каждый кризис так или иначе ассоциируется с каким-то видом актива. Пузырем этого актива. Это знак того, что нам нужно осмотреться и понять, а наблюдается ли сейчас хотя бы какой-нибудь пузырь. Продолжаю разнюхивать, ребята, и чем дольше и больше я расследую этот финансовый вопрос, тем больше понимаю, что есть только одна единственная проблема. В любом месте, где я начинаю копать, существует вероятность краха и пузыря. В любом месте, в любое время это может начаться. Одна единственная искра, и огонь уже не остановить. Меня волнует геополитика, в которой мы можем участвовать, или же так называемые «черные лебеди», какие-нибудь несчастные случаи, грязные бомбы где-нибудь, либо же Россия решит куда-нибудь вторгнуться, новое обострение ситуации на Ближнем Востоке, новый горячий конфликт между Саудовской Аравией и Ираном, возможно, что-то между Китаем и Японией, какая-нибудь мировая эпидемия. Мы никогда не можем прогнозировать, что случится. Американское домашнее хозяйство и его бюджет. Тоже интересная тема. Обычно тратится около 80% на предметы первой необходимости. Это оплата жилья, расходы на автомобиль, бензин, еда, здравоохранение, но это в среднем. А что мы знаем о среднем расчете? Они берут семьи по стране и рассчитывают средние значения. Но топ-10% американских семей тратят на такие расходы только 60% дохода. А все остальное либо сохраняют, либо тратят на товары, сервисы и услуги. Остальная часть американцев просто не имеет так много денег. Поэтому, если исключить их из математического почтета, результаты изменятся значительно. Получается, для того, чтобы создать проблему в экономике и социальной волнении, нужно всего лишь побеспокоить топ-25% семей, которые находятся снизу, а не сверху. Политическая философия говорит, что мир живет циклами. И в каждом цикле есть четыре главы. В первой главе создаются учреждения с большим кредитом доверия и высокой заинтересованностью среди людей. А вот в четвертой, последней главе, мы имеем ситуацию, когда люди отвергают эти учреждения. И способ работы общества как бы теряет синхронизацию с работой учреждений. Это также связано с философией Карла Маркса, где есть средства производства и собственность системе отношений. Средства производства могут иметь инновационные, действительно революционные изменения, как интернет, социальные сети, радио, железная дорога, телеграф, телевидение. И все это, в свою очередь, сильно меняет сами средства производства. Просто подумайте, что будет, когда появятся автономные автомобили и беспилотные грузовики. Вы оставите тысячи, миллионы людей без работы, людей, у которых больше нет навыков, кроме водительских. Водитель автобуса, грузовика или просто таксист. Все эти люди останутся за бортом из-за революции средств производства. Но зато собственность в системе отношений будет иметь дело лишь с тем, как разделяется богатство. Это то, что слишком медленно меняется. Оно не меняется так же стремительно. Эволюционно это даже сопротивляется изменениям, потому что люди, которые получают выгоду от таких отношений, у которых есть власть и сила, ни в коем случае не хотят лишаться этого. Поэтому то, что они делают, это просто притворство, что вы можете каким-то образом сохранить равновесие, даже несмотря на напряженность, которая развивается между средствами производства и имущественными отношениями. Посмотрите вокруг, как рассинхрованы вещи вокруг вас. Люди обращаются к президенту, пытаясь сказать, что миллиардеры должны стать вне закона. Мы должны избавиться от всех этих олигархов. Мы должны вложить эти деньги в людей, которых оставила ничтем революция средств производства. А люди при власти, или же так называемый истеблишмент, называйте как хотите, и их идеологии, которым 20 лет в обед полностью отторгаются. Поэтому то, что должно произойти, это новый способ ввести отношения собственности. И это то самое ядро изменений в политической системе США. Ведь если бы тот самый Билл о правах человека принимался сегодня, значительная часть их была бы отклонена. Уровень напряжения сегодня смертелен. То, где мы находимся с точки зрения отсутствия единства, наверняка поразило бы любого 20 лет назад. Это действительно так, мы балансируем на тоненькой волосинке. Если цену на еду вырастут слишком высоко, те самые топ-25% семей, о которых мы говорили, возмутятся. Если цены на бензин вырастут сильно высоко, те 25% еще больше возмутятся. Если кредитование остановится, если не будут решены проблемы на рынке труда и так далее. Да, в Штатах с этим вроде бы все не так плохо, но, например, посмотрите на Канаду. В Альберте уровень безработицы среди молодежи 20%. Такого не видели с 80-х годов. По всей стране уровень безработицы находится практически на таких же отметках, как в 2008. И я думаю, что это уже не касается только Канады. Гонконг вообще подтвердил, что вступил в свою первую рецессию за последние 10 лет не без помощи массовых протестов. Экономика Гонконга сократилась на 3,2% всего лишь за пару месяцев. Посмотрите на мир. У людей все больше проблем, и это становится причиной общественных волнений. В Индии вообще закрыли интернет во многих регионах из-за протестов. Сделали это для того, чтобы люди не могли координировать свои действия, чтобы протесты угасли. Ирак, Ливан. На планете так много мест, где происходят общественные волнения из-за экономической ситуации. Что касается Ирана, вы наверняка читали множество статей о том, что люди против правительства. Да, они сыты по горло своим правительствам, но то, что действительно стало первой искрой, это 200% рост цен на бензин. И кстати говоря, так же как Индия, власти пытаются тушить протесты отключением интернета. Вот так это все и связано. Финансовая система в Штатах, в нашей стране, по всему миру сейчас такая хрупкая и неустойчивая. Любое событие может опрокинуть ее. Это событие и называется черным лебедем, и все сейчас за ним охотятся, в том числе и я. И то, что я понял, что любой лебедь любого цвета, кроме белого, станет причиной цепной реакции, эффекта домино. Это будет одна единственная искра, которая отправит всю систему в нокаут. И это действительно пугает. Итак, если вы до сих пор интересуетесь, почему же был дефицит наличности, почему вдруг это произошло 19 сентября 2019 года, я могу шутя ответить. Аналитики этих 5-6 самых больших американских банков посмотрели, что происходит в мире и сказали, ну вот, мы уже рядом, пора бы это прекращать. В любом случае, все настроение рынка можно описать следующим образом. Мы переключаемся с рискованных движений на очень консервативные, максимально безопасные сценарии инвестирования. Займы, долги и все с ними связанные – это большие риски. Для банка риск заключается в том, что они уже не могут быть уверенными, что на следующий день закроют сделку репо, получив свою наличность обратно за приобретенные ценные бумаги. Для ФРС риск заключается в том, что им придется слить полтриллиона долларов на рынке, чтобы устаканить ситуацию и удержать рынок от коллапса в работающем и ликвидном состоянии. Все это говорит нам, что на рынке происходит неладное. Наличность приобретает дефицитность, куда-то утекая. Все эти инвесторы, топ-аналитики, миллионеры и миллиардеры занимают наиболее безопасные позиции, будто бы находятся в ожидании бури. Все мы знаем, что цены на еду манипулируются. Они пытаются придерживать их, хотя это и не очень-то и получается. Мало ли что может случиться, опять придумают какую-то свиную лихорадку, это будет вашим черным лебедем. Если цены на мясо пробьют потолок, расходы по фуд индекс будут слишком высокими. Но самое печальное то, что у них заканчиваются способы манипулировать ценами на еду. Если весной будет такая плохая погода, о которой пишет Бернс, они больше не смогут продолжать манипулировать ценами на еду. Если вдруг произойдет тот самый кэш-кранч, кризисная ситуация с наличностью в американских семьях, это приведет к такому же кризису на рынке кредитования. Если люди побегут в банке за наличностью, это приведет к краху. К чему я пришел в своем расследовании? Существует так много причин не хотеть одалживать, так много причин оставаться в наличке. Существует так много возможных сценариев, каждый из которых приведет к абсолютному потрясению финансового рынка. И как некоторые аналитики говорят, мы в ожидании не рецессии, а самой настоящей депрессии. Еще одна большая проблема это то, что правительственные долги становятся просто невероятными, они огромные. И когда мы говорим о половине триллиона долларов, я не могу не думать о том, что где-то там за границей есть правительство какой-то страны, которое находится на такой грани, что способно стать причиной глобального краха. Китай проник во Всемирный банк. Да, у них есть позиции в этом банке. Управляющий директор, сотрудник по персоналу, руководитель бюро по вопросам этики Всемирного банка является членом китайской коммунистической партии. И американский потребитель, плательщик налогов является гарантом банковских кредитов. Вот почему Всемирный банк имеет рейтинг ААА. И за нас с вами. Джонсон недавно был переизбран членом парламента, и он пообещал, что Великобритания выйдет из состава Евросоюза до конца января. Само это событие тоже можно назвать черным лебедем. Оно изменит то, как торгуют иностранными валютами, причем значительно. Это изменит течение мировой торговли и, конечно же, может создать временные финансовые проблемы в самой Британии. Пока и Британия, и мир не подстроятся под изменения. Самое интересное, что все это, возможно, будет происходить одновременно с ФРС, накачивающим свои полтриллиона долларов на рынок. Также я думаю, что большой проблемой, с которой мы столкнулись, является мировое пищевое обеспечение. Последние годы были особенно жестокими для сельскохозяйственных культур. И чем больше сигналов поступает об аномально низкой солнечной активности, тем больше людей верит в то, что весна 2020-го будет очень жестокой. Это значительно повлияет на ценообразование продуктов. Любая, казалось бы, незначительная вещь. Еда, топливо, нефть. Любой из этих пунктов может сломать систему просто из-за повышения цен. Мы слишком зависимы от долгов. Мы слишком обусловлены долгами. Посмотрите на страны по всему миру, посмотрите, сколько у них национальных долгов. Если одна из этих стран объявит дефолт, просто представьте магнитуду этого. Мы сейчас говорим о балансовых ведомостях, в которых цифры просто сумасшедшие. Количество денег, которые были напечатаны, количество долга, который был создан. Все это намного превосходит все то, что делает население. Эта система постоянно перегружена. И они пытаются исправить это, они пытаются вносить деньги в нее и выносить из нее. Но проблема в том, что они не могут. Они не могут выносить деньги из системы, потому что для этого нужно внести еще больше денег в нее. Это социальный вопрос, это просто способ заставить нас действовать как потребители, как люди, как правительство. И это совсем не так просто исправить. Система должна пасть. Другого способа исправить ее, кроме как позволить ей упасть в депрессию, просто нет. И я думаю, что это уже не так уж и далеко. Я думаю, именно это и пугает крупные банки, которые решают придержать свою наличку, тем самым вызывая дефицит наличности на межбанковских рынках, как 19 сентября 2019, о чем мы говорили в самом начале. Банки держатся за наличность. В день, когда замораживается рынок заимствования, рынок дает нам понимание того, что не только банки, но и люди боятся обменивать наличность на ценные бумаги. Это огромный, просто большущий сигнал всем нам, что правительство готово вливать полтриллиона долларов, чтобы стабилизовать ситуацию. И поверьте, это не единоразовая акция. Это будет повторяться. Программа количественного смягчения 1, потом 2, потом 3, будет ли четвертая? Я даже не знаю, думаю, рынок репо мог бы рассмотреть и четвертую программу просто в некоторой измененной форме. Безусловно, это будет раздувать ведомость ФРС, которая и так активовала уже на 4,5 триллиона долларов, о чем мы тоже сегодня говорили. Даже несмотря на то, что сами ФРС убеждают нас, что пытаются изо всех сил уменьшить эти цифры. Все эти проблемы мы создали, потому что мы являемся обществом, потребляющим слишком много. По всей видимости, мы прошли период золотых лет. У нас такой переизбыток вещей, сервисов, товаров, оружия, от технологий, позволяющих покинуть землю до того, что помогает нам расти. Это производственный пик, в котором мы живем. И это все повернется против нас. Что случится, когда произойдет глобальное событие? Например, сейчас это понижение солнечной активности до исторических минимумов. Все происходит куда быстрее, чем вы думаете. Я думаю, это то, к чему мы идем прямо сейчас. Конечно, я не считаю, что банкири сидят там у себя и размышляют о солнечной активности. И навряд ли они думают об очередной мировой войне. Я думаю, они сидят там над своими финансовыми отчетами и в ужасе понимают, что любое событие сейчас может спровоцировать эффект домино, который просто все завершит. И эти события уже происходят. Доходность S&P 500, S&P 600, стоимость жизни постоянно пробивает потолок, инфляция. А теперь, грубо говоря, еще и валютная война. И пускай американский президент в ней не участвует, но она происходит в мире уже несколько лет. Любое потрясение на рынке валют может абсолютно изменить то, как мы одалживаем деньги. Эта фейковая финансовая система больше не вращается вместе с миром. Как я уже и говорил, в своем расследовании я пытался найти этого черного лебедя. Я искал везде, где только мог. И самое главное, что я нашел, это общее настроение инвесторов, общее ощущение экономики и то, что они обоснованы тем, что система сейчас крайне хрупкая. А по всему миру все чаще происходят абсолютно неконтролируемые и непредсказуемые события. Это глобальный идеальный шторм для всей финансовой системы. И это не будет что-то, что коснется только одной страны, России, США или Германии. Это не будет рецессия, как в 2008, потому что у нас нет ни ресурсов, ни инструментов, чтобы исправить это. Мы живем так долго, научились многому, но никак не можем решить эту проблему. Поэтому просто качаем экономику огромными напечатанными суммами денег и созданными долгами. Поэтому теперь, когда система разваливается, все будет еще хуже, чем тогда. И я буду за этим наблюдать. За финансовым 2020 годом. Я вижу единственный способ справиться со всем этим. Люди должны стать самодостаточными. Каждый из нас должен стать самодостаточным. Потому что если вы уберете из жизни необходимость ходить в магазин за едой, например, если вы будете рассчитываться по бартеру, если будете обмениваться вещами, будете делать эти вещи самостоятельно, выращивать пищу самостоятельно, тогда ваша зависимость от валюты упадет. И это одна из самых невероятных вещей, избавиться от зависимости от валюты. Выплатите все свои долги. Я знаю, это для многих сделать сложно, но постарайтесь. И ограничьте свои расходы. Постарайтесь избегать покупок генно-модифицированной пищи, которую сейчас массово производят для того, чтобы еда была для вас дешевле. Если такая пища у вас уже есть, пожертвуйте ее кому-то, кто нуждается. Попытайтесь не идти этим общим путем. Займитесь собой, заботьтесь о себе. Если вы начнете все это делать, вы увидите, как ваши статьи расходов немедленно и очень значительно сократятся. Знаете, в какой позиции вам нужно быть? К чему нужно стремиться? Лично я стремлюсь, чтобы наличка мне нужна была только для оплаты налога на собственность. Не знаю, случится ли это когда-либо. Мы должны максимально ограничить свои отношения с валютой, насколько это возможно. Вся эта модель, вся система сейчас очень хрупкая. В ней больше нет уверенности и доверия, которые были раньше. И еще кое-что, что я хочу сказать. Уровень доверия в мире сегодня значительно упал. И это очень нехороший знак для системы, которая и строилась на этом доверии. Меня зовут Богатейший Ди. Зарабатывайте и богатейте. До скорого. Упала стоимость рубля. Он немножко обесценился. На треть. На треть. На 30 процентов. Вот смотрите. Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар. А получали за него 32 рубля. Мы продали товар, но деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличили. Доллар 83 цента. Что на них купишь? В этой стране обалденный обменный курс. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Арteeder Сности